60-е годы 20 века. Десятилетие, когда глобальная термоядерная война была не просто вероятной. Многим она казалась неизбежной. Главные противники в холодной войне, СССР и США, целенаправленно готовились к ядерному апокалипсису. Перед Министерством обороны СССР стояла конкретная задача. Обеспечить прикрытие важнейших объектов сухопутных войск от ракетных ударов. Необходимо было создать универсальный зенитно-ракетный комплекс, способный сбивать не только самолеты и крылатые ракеты, но и ракеты баллистические. Таким комплексом, по замыслу конструкторов, должна была стать система С-300В, созданная как модификация знаменитого зенитно-ракетного комплекса С-300. Буква В в названии означает «войсковой». Слово «войсковая система» говорит уже о конструктивных особенностях этой системы. Система должна преодолевать по бездорожью, по любой местности, выходить на нужные позиции. Нужно перевозиться любыми видами транспорта, включая воздушный, железнодорожные, укладываться в железнодорожные габариты, отведенные 0-2Т. Быстро разворачиваться с марша в боевую готовность, примерно 5 минут, без подготовки позиции. С-300В С-300В размечается на гусеничной базе танка Т-80, что обеспечивает ее маневренность и проходимость. Главным разработчиком зенитно-ракетного комплекса стал научно-исследовательский электромеханический институт. Главным конструктором Вениамин Ефремов. Разработка С-300В проводилась в два этапа. На первом создавалась система для борьбы с аэродинамическими целями, крылатыми ракетами и баллистическими ракетами типа «СКАД» и «ЛАНС». Успешные полигонные испытания прошли в 80-м-81-м годах. Уже в 83-м система была принята на вооружение. Спустя 4 года дошла очередь до второго этапа. Его основной целью было создание системы, способной поражать американские баллистические ракеты типа «Першинг», а также самолеты противника на расстоянии до 100 километров. Спектр поражаемых целей, заданных в систему 300В, от баллистических ракет, аэробаллистических ракет до авиации, крылатых ракет. То есть весь спектр средств воздушного нападения эта система поражает. Цель, летящая в интервале высот от 25 метров до 30-35 километров высотой. Это вот отличие еще баллистических целей и от авиации. Очень малое отличие.